Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания святого апостола Павла Коринфянам. Одиннадцатая глава. Начинается она с знаменательного слова «Будьте подражателем мне, как я Христу». Уже неоднократно мы говорили о том, что сам апостол Павел, как это ни странно звучит, выставляет себя неким эталоном. Нам может показаться это нескромным, как-то это, может быть, несколько вступает в противоречие с нашими представлениями о том, что человек не должен таким образом себя выставлять. Но на самом-то деле апостол Павел, он находится в безвыходной ситуации. Со времена апостола Павла еще не было ни книг, собственно говоря, ничего бы то ни было, что могло бы служить ориентиром для новообратившихся христиан, для молодой христианской церкви. И поэтому, естественно, он был тем наставником, благодаря примеру которого люди могли следовать путем христианской жизни. И на самом-то деле, конечно, вот эти слова каждый нас в той или иной степени может применить к себе. И является ли наша жизнь, является ли наше поведение, поступки, наши слова, они предметом для подражания. И можем ли вообще сказать, что мы подражаем в чем-то, как-то, где-то Христу. «Хвалю вас, братья, чтобы все вы в мое помните и держите предание так, как я передал вам». Ну, то есть, с одной стороны, для нас важно подчеркивание значимости предания, а с другой стороны, это то, что апостол Павел хвалит своих адресатов. Мы можем сказать, как так? Вот мы говорим о множестве недостатков, проблем, о спорах, о разногласиях, и дальше о них будет речь. Но, тем не менее, апостол Павел хвалит их. Почему? Да потому что очень легко христианскую жизнь и вообще отношение с Богом, религиозность превратить в какое-то критиканство. Что-то всегда не так, все не этак. Всегда быть чем-то недовольным, несогласным, кого-то осуждать, чье-то поведение оспаривать и так далее. Вот, конечно, понятно, что такого рода поведение, такого рода линия, особенно если она имеет место в отношениях родителей, детей, она, в конце концов, дает свои отрицательные результаты, потому что люди уже перестают воспринимать критику. Они уже не реагируют на нее. Она для них становится все менее и менее значимой и важна. И это тоже прекрасно понимает апостол Павел. Поэтому он в те моменты, когда он вынужден критиковать коринфянам, ничего другого ему не остается, к сожалению, он все-таки вставляет эту похвалу. Она необходима ему. Она для него важна для того, чтобы не только от него коринфяны слышали одни упреки или наставления. Итак, хочу же также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене – глава муж, а Христу – глава Бог. Почему апостол Павел об этом говорит, об этом первенстве, об этом руководстве? «Всякий муж, молящийся или пророчествующийся с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся и пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это есть то же, если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если же не стыдно быть остриженной или обритой, то пусть покрывается». Проблема, которая стояла перед церковными собраниями коринфской общины, в том, что некоторые женщины стремились первенствовать в них. Дело в том, что мы, в частности, начинаем с того, что, собственно говоря, откуда апостол Павел узнает о том, что происходило в коринфской церкви. Он узнает о домашней Хлое. Хлоя – это, по-видимому, представительница, или она возглавляла некую даже торговую сеть. И от своих каких-то поверенных, которые по каким-то делам были в Эфисе, апостол Павел узнал о состоянии коринфской церкви. И коринфская церковь или часть коринфской общины могла собираться в доме этой Хлои или кому-то подобных ей. И, конечно, у себя дома женщина, которая была возглавительницей торговой корпорации, которая имела, очевидно, высокий социальный статус, она хотела показать свою прическу. Она не накрывала голову. Но для простых людей, для того, чтобы было принято в Средиземноморье, не говоря уже о Палестине, конечно, было вообще принято, что женщины выходили, покрывая свою голову. И вот скорее речь именно об этом конфликте, о конфликте между теми, кто занимал высокий социальный статус и кто хотел показать свою прическу, свои волосы и более простыми членами церкви, у которых это было не принято и которые считали более правильным, чтобы женщина всегда была с покрытой головой. Итак, апостол Павел защищает эту позицию. Он говорит о том, что женщина должна закрываться, что если, да, что волосы, да, это знак как бы власти, и женщина стреляет волосы только тогда, если они, в общем-то, зарабатывали себе на жизнь проституцией. Поэтому он считает, что если женщина хочет быть свободной, то она, в общем-то, должна и соответствующим образом относиться к своей голове. Если она признает чужую власть, то она должна голову покрывать. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему и жена должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. Ну, и так, да, апостол Павел рассматривает покрывало как знак или символ подчиненности женщины перед мужчиной. И говорит о том, что это также и необходимо для ангелов. Можем задаться вопросом, а при чем тут ангелы? Да, какое они имеют отношение? Вообще для них это важно или нет? Но здесь апостол Павел на самом-то деле он отсылает нас к шестой главе книги Бытия, где говорится о причинах потопа. Там ангелы вступали в связь с красивыми женщинами, и полещённые красотой их волос, о чём говорилось в равнистической традиции, в иудейском толковании на эту шестую главу книги Бытия, стали вступать в связь и рождались исполины или титаны. И именно появление их на земле стало причиной последующего потопа и уничтожения человечества. Здесь апостол Павел отдаёт дань своему равнистическому прошлому, иудейской традиции, и на самом-то деле он ищет аргументы, которые помогли бы убедить получателя его послания в его позиции, с которой им наверняка было не так уж и просто согласиться. И, как мы видим, эта задача, она до конца апостолом Павлом так и не была решена. Итак, всё по порядку. «Впрочем, не муж без жены, не жена и без мужа в Господе». Другими словами, они всё равно связаны между собой, ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Другими словами, первенство мужа, с одной стороны, мы понимаем, что любой человек, будь то мужчина, будь то женщина, они рождаются от женщины, поэтому здесь первенство женщины тоже не может быть оспорено. Поэтому, конечно, апостол Павлом сам подчеркивает равенство между ними. Всё от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для неё это честь, так как волосы даны вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божьей. Итак, что мы имеем? Хотим ли мы, не хотим, нравится или не нравится, но, увы, мы читаем, что сам апостол Павел запутался в своей аргументации. Сначала он говорит о том, что женщина, молящаяся или пророчествующая, то есть, другими словами, та, которая выступает в церковном собрании, читает молитвы, пророчествует, постыжает свою голову, ибо если она должна покрываться. А теперь он говорит о том, что уже волосы даны женщине вместо покрывала. То есть, другими словами, получается, что где-то здесь его аргументация хромает, и сам апостол Павел не нашел достаточных аргументов для того, чтобы убедить своих читателей в том, что все-таки женщине нужно голову покрывать, хотя он и отстаивает эту позицию. И понимая, он говорит, что дальнейший спор невозможен. Если кто хочет спорить, то он не собирается это делать. Мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божьей. Здесь есть еще один момент, который, может быть, нуждается в двух словах. Апостол Павел говорит о том, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Как тогда относиться к тому, что очень часто духовенство отращивает волосы? Не противоречит ли это утверждению апостола Павла? Но я хочу напомнить о том, что, на самом-то деле, эта традиция, она возникла после того, как был завоеван Константинополь в 1432 году. До этого духовенство никогда не носило длинных волос, а длинные волосы носил император. И после того, как императоров не стало, власть гражданская, гражданские полномочия, они перешли к патриарху Константинопольскому. И многие части облачения, которые носит патриарх, даже посох, орлицы с орлом, сакос, все это символы императорской власти. В том числе императоры носили длинные волосы. И поэтому вслед за этим патриарх Константинопольск тоже носил длинные волосы. Ну а за патриархом и духовенство тоже приняло эту эстафету. Приходим дальше. Но предлагаясь, я не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Итак, здесь апостол Павел нужен оборвать свою похвалу Каринской церкви. Что же произошло? Ибо, во-первых, слушаю, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. То есть апостол Павел в принципе допускает возможность разногласий для того, чтобы явилась истина. Но, продолжает он, далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господнего. Всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Развинет у вас домов на то, чтобы есть и пить. Или пренебрегаете церковью Божию и уничижаете неимущих. Что же сказать? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Итак, мы знаем, что в Древней Церкви в совершении Евхаристии предшествовала общая трапеза всех участников. Люди, как правило, ели не так часто, особенно неимущие, ели утром и вечером. Вот вечерний ужин, общая трапеза, трапеза любви, агапа, на которой собрались все члены церкви. Но, естественно, что те, кто был более обеспечен, они могли прийти раньше. А слуги, рабы, они вынуждены были прийти позже. Но могло оказаться так, что вот эта общая трапеза, она привела к тому, что пока тех, кто еще не пришел, то есть слуг, рабов, ждали более обеспеченные люди, они, по сути своей, съедали все то, что приносили на общее собрание, на общую трапезу. А когда приходили неимущие, то уже все было съедено. И им ничего, по сути своей, не доставало. И поэтому апостол Павел указывает на это противоречное, это разделение. Та Евхаристия, которая собирает людей воедино, воедино, она, оказывается, их разделяла. Один голоден, а другой пьян. И апостол Павел напоминает, мы помним с вами о том, что он, по сути, катехизирует Коринфскую церковь. Он говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, который предан был, взял хлеб и, благодарив, преломил и сказал, примите, идите, сие из тела мое, за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Так же и чашу после вечера, и сказал, сие чашу есть новый завет в моей крови, сие творите, когда всякий раз будете пить мое воспоминание. Итак, апостол Павел напоминает, что, собственно говоря, Евхаристия не является его установлением, и та практика, которую он предлагает Коринфской церкви, не им выдумана. Но для нас важно это указание еще очень тем, что здесь мы с вами прочитали первую литературную фиксацию установительных слов Таинства Евхаристии. Почему? А потому что первое послание Коринфянам, оно было написано еще до всех Евангелий, оно было написано раньше их. То есть вот слова, которые Христос произнес на Тайной вечере, первый раз записал апостол Павел до того, как уже были зафиксированы и записаны Евангелии. Поэтому, наверное, многие из вас знают, что очень часто на царских фротах, когда изображаются Евхаристия или на фресках, то очень часто апостол Павел является соучастником Тайной вечери. Хотя он на ней не был и быть не мог, тем не менее именно он первый, кто нам передал те слова, которые были сказаны Господом накануне его смерти. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу сию Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней». Другими словами, апостол Павел напоминает, что, конечно, в Евхаристии есть присутствие Христа в нашей жизни до его второго пришествия. Это напоминание его смерти. Но надо соотносить жертвенность Христа со своим поведением. Христос отдает нам себя на Голгофе, он дает нам себя в пищу в этом таинстве. А что готовы отдать те, кто участвует в ней? Оказывается, не так уж и много. И поэтому он напоминает, да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет о чаши сии. Ибо кто пьет недостойно, тот пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А то многие из вас немощны и больны и немало умирают. И так оказывается парадокс. Таинство, которое должно давать жизнь людям, которое сообщает им спасение, которое избавляет их от вечной гибели, в Каринской церкви привело к тому, что многие из них немощны, больны и немало уже умерло. То есть вот это пренебрежение Христом, это недостойное участие в таинстве, оно вызвало столь плачевные последствия для участников этого таинства спасения. И апостол Павел говорит, ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будут же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Другими словами, тем не менее, несмотря на то, что люди умирали или заканчивают свою жизнь столь плащебно, они, тем не менее, не теряют надежду на окончательное спасение. Апостол Павел уверен, что это наказание служит им для того, чтобы не быть впоследствии осужденными с миром. Апостол Павел верит, что все, кто связаны со Христом, они так или иначе все равно будут спасены. И поэтому он напоминает, братья, когда вы собираетесь, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть есть дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее устрою, когда приду. Итак, апостол Павел, во-первых, напоминает о том, что он вскоре тоже намерен прийти в Коринф и просит о том, чтобы люди действительно не превращали таинство величайшее, таинство Единицы Христом, в арену какого-то соперничества и пренебрежения по отношению к другим. То есть то, что должно соединять людей с Богом и между собой, на самом деле, как оказалось, их разденяет. Вот апостол Павел призывает это еще одно разделение в Коринфской церкви прекратить, и готовность думать некоторых коринфских христиан не только лишь о себе, не только о себе заботиться, но и заботиться о тех, кто находится с ними рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok